Кто не знает русскую матрёшку, румяную красавицу-игрушку? Возьмёшь в руки деревянную куколку, полюбуешься ярким затейливым рисунком, хороша девица. А улыбается она так хитро, потому что прячет секрет. Не спеша разъединишь две половинки, а внутри ещё одна матрёшка поменьше, а в той ещё. Одну за другой раскроешь всех куколок, поставишь по росту в ряд, и вот перед тобой целая семейка нарядных матрёшек. Будто хоровод водят, и тебя с собой приглашают. Недаром каждый иностранец, побывавший в России, сли с собой в качестве сувенира именно матрёшку. Она давно стала одним из символов нашей страны, наряду с самоваром, балалайкой и бурым медведем. Но когда же появилась эта игрушка? Самая распространённая версия о появлении матрёшки такая. В конце XIX века богатый купец Анатолий Мамонтов, который коллекционировал народные игрушки, открыл в Москве магазин-мастерскую под названием «Детское воспитание». В этой мастерской работали народные умельцы и талантливые художники, а образцы игрушек доставлялись сюда из самых отдалённых мест России и даже из других стран. И вот однажды Мамонтову привезли из Японии фигурку добродушного мудреца Фукурумы, лысого смешного старичка, символизирующего в этой стране счастье и удачу. Игрушка оказалась секретом. Она состояла из двух половинок, а внутри неё прятались фигурки поменьше, ученики-мудреца. Забавный старичок понравился всем. По его подобию токарь Василий Звёздочкин выточил из дерева заготовки, которые вкладывались одна в другую. А художник Сергей Малютин придумал эскиз и расписал кукол в русском стиле. Новой игрушке нужно было подобрать подходящее имя. Сейчас, конечно, не узнаешь, кто именно посмотрел на эту куколку, восхитился её красотой и назвал Матрёной. В то время на Руси это было одно из самых распространённых имён. Со временем имя так прижилось, что теперь мы называем матрёшками всех подобных кукол и даже пишем это слово с маленькой буквы. В 1900 году самая первая матрёшка, получившая название «Матрёшка с петухом», поехала в Париж на Всемирную выставку и до того всем понравилось, что была награждена бронзовой медалью. Сейчас эта матрёшка хранится в Музее игрушки в Сергиевом посаде. С чего же начинается изготовление матрёшки? Конечно, с выбора дерева. Чаще всего для основы используется лиственница, липа, осина или берёза, срубленные в конце зимы или ранней весной, когда в них мало сока. Дерево для заготовок должно быть сухим, чистым, без сучков и трещинок. А почему же все матрёшки разные? Да потому что каждый мастер расписывает куклу по-своему. Вот и получается, что нет на свете двух матрёшек с одинаковыми лицами. Они бывают строгие и весёлые, румяные и не очень, с веснушками и без, улыбающиеся и задумчивые. Но прежде чем изобретать свои собственные приёмы росписи, разумеется, мастерам необходимо познакомиться с теми стилями, с которых начиналась традиция изготовления русской матрёшки. Загорская матрёшка. Традиционно одета в сарафан, передник и платок. Часто держит в руках букет цветов, корзинку или узелок, платочек, в который уложены какие-либо вещи. Платок, передник и сарафан украшают цветами, а, закончив роспись, покрывают фигурку лаком. Семёновскую матрёшку легко узнать по платку, украшенному каймой с цветочными бутонами, и по большому букету цветов, которые она держит в руках. Букет занимает почти весь фартук, и обычно это пышные розы, колокольчики и колоски. Ещё одна техника росписи появилась в селе Полховский Майдан. Рисунки у этой матрёшки более условные, деталей мало, а вместо сарафана и передника широкий овал, заполненный крупными цветами и кудрявыми листочками. У местных матрёшек платок не завязан узелком, а свободно не спадает с головы. Волосы вьются кудряшками. А вот матрёшка, сделанная в городе Вятки, инкрустирована соломкой. Сначала так украшали деревянные коробки и шкатулки, а потом очередь дошла и до матрёшек. Для работы используется сухая солома от ржаных колосков, причём часть её специально обрабатывают для получения золотистого оттенка, а другая часть остаётся белой. Из соломки двух цветов создаётся рисунок, наклеивается на деревянную основу матрёшки, и только потом художник берётся за кисть. Заканчивается работа нанесением лакового покрытия. Ржаная соломка на свету переливается, и потому рисунок кажется объёмным. Для иностранцев русская матрёшка – это в первую очередь сувенир, приобретённый на память о путешествии в нашу страну. А нам, россиянам, не стоит забывать о том, что эта удивительная детская игрушка имеет богатую историю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова